Добрый вечер, дамы и господа! В студии Алексей Пляков, Илья Савельев, Анатолий Кузичев. В эфире ослепительное шоу «Профилактика». 19.08 в столице, друзья, этот час не просто, вот как мы его называем. Свет, как мы его называем этот час? Поставь, пожалуйста. Дорожный просвет с Леонидом Головановым. Дорожный просвет. Так вот, не только сегодня с Леонидом Головановым, но еще и Владимиром Здоровым. Верно, Владимиром Здоровым. Да, только в микрофон, Владимир, прошу вас. Да, с Владимиром Здоровым, все верно. Вот, друзья, вы помните, мы обещали вам, что мы посвятим целую программу мото-теме. Так что, да, сегодня дорожный просвет не очень большой, но двухколесный. На двухколесах бывает 300 миллиметров дорожного просвета, на эндуро. Это точно. Ребята, все, 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 не удовлетворяйтесь. А вы давно не виделись, да, СМС-портал? Да, да, да. СМС-портал, господа, 5533, в начале сообщения, пожалуйста, слово «Маяк». Телефон прямого эфира тоже прежний, 728-7171, код Москвы 495. Можете также пользоваться сайтом или форумом нашего сайта, радиомаяк.ру. Итак, Леонид Голованов, Владимир Здоров. А сегодня мы посвящаем программу именно мото... мототранспорту, как это называется? Или мотоциклам. Почему? Ну, а скутеры? Нет точного определения. Ну, скутер — это скутер, это отдельная история. К мотоциклу глобально имеет такое прямое отношение, как многие думают. Вот пурист перед нами, да, чувствуете, да? Пурист абсолютно, слушайте. Который близет с жанрой вообще совершенно. А если вот поставить, так сказать, в цепочках, все-таки, ну, скутер будет ближе к мотоциклам, чем к машине. Ну, честно скажите, Владимир. Да, безусловно. Скорее к пешеходу ближе. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Как раз принципиально он ездит по дорогам и на двух колесах. Который, да, там, без шлема пешеходов. Скутеры бывают абсолютно разные. Они бывают огромные. Туристические скутеры, которые развивают 200 км в час. А бывают и маленькие 50-кубовые скутеры, на которых лично мне даже самому страшно ездить. Мы очень-нибудь про гигантские туристические скутеры, на которых по 12 человек сидит, ну, так сказать, экскурсии по городу, мы не будем говорить. Итак, ладно, хорошо, ладно, про мотоциклы. Уговорили. Хотя я пытался расширить, так сказать, аудиторию нашей программы. Да, потому что скутеры тоже. Вот скажи, ты поддерживаешь введение ватильского удостоверения для скутеров? Однозначно да. Однозначно да. Будет меньше крови и мяса на дорогах. Это да. Меньше? Однозначно меньше. А по поводу немоторизированности, мотоциклированности и скутерированности России, она вот в числе прочих стран занимает примерно какое место? У нас много такого транспорта на дорогах или пока еще нет? У нас вообще его нет на фоне европейских стран, то есть ноль. А крови и мяса больше, как вы выражаете? А крови и мяса на несколько порядков больше. Почему? Потому что у нас в самих крови и мяса больше. Нет, у американцев гораздо больше. Ну, я думаю, что это точно так же равносильно и для автомобилей, то есть у нас количество ДТП автомобильных превышает все мыслимые нормы по сравнению с европейскими странами. Почему? То же самое относится к мотоциклам. Это очень большой и широкий вопрос ложный. Менталитет, манера вождения, отсутствие культуры вождения, отсутствие культуры вождения на дорогах как авто, так и мотоциклов, отсутствие соблюдения законов на дорогах, опять же, как водителям автомобилей, так и водителям мотоциклов, излишняя самоуверенность, как водителям автомобилей, так и водителям мотоциклов. Но это все укладывается в то, что вы называете менталитетом. Да, российский менталитет, да. Друзья, сейчас нам надо с вами посоветоваться, с Леонидом и с Владимиром. А вот как мы построим нашу беседу? Либо мы будем ждать смс-ок от тех 5-7 мотоциклистов, которые есть в стране. Я не буду нам задать вопросы свои, мы будем на них с наслаждением отвечать долго и упоительно. Либо мы будем работать в нормальном нашем режиме, но будем настаивать, чтобы время от времени мото-тема всплывала. И будем, так сказать, на мото-тему Владимир будет включаться и говорить. Я предлагаю именно по этому пути пойти, потому что люди привычно уже начинают писать про трёхдверные хэтчбеки для города. Да, да, которым хочется просто послать, понимаете? Ну что, подпринимается? Ну, видимо, да. Давайте Леонид будет советовать хэтчбеки, а Владимир будет уговаривать и агитировать за покупку двухколёсного транспорта. 400 тысяч рублей, зачем вам Kia Ceed брать? Возьмите, например, что? Вот у меня, например, открыта Honda DN-01. Она без, ну, там коробка автомата, если вам память не изменяет. Да, всё верно, там действительно коробка автомата. Кстати, я пользуюсь служебным положением и заодно задам этот вопрос, потому что это следующий аппарат, который я хотел себе взять. Honda DN-01. Это смесь скутера, чопера и мотоцикла. Очень странный мотоцикл. Гибрид? Гибрид. Это действительно гибрид. Кроссовер. У него нет определения даже в мотомире до сих пор. Пока нет. То есть этот мотоцикл своеобразен. Ну, опять же таки, если нужен просто транспорт, удобный, чтобы не заморачиваться с переключениями непонятными, там где-то внизу, там лапка переключения передачи. Один из немногих мотоциклов на сегодняшний момент на рынке, но не единственный, у которого есть коробка автомата. То есть это всё равно не скутер. Что-то не первый он был, да? Не совсем так, на самом деле. А кто был первый с автоматом? Первыми с автоматами ещё в 50-х годах. Та же самая Honda экспериментировала. Там же были, да, там были автоматические сцепления, это всё было, да. И были автоматические коробки даже. Вот, естественно, без американцев не обошлось. И тот же Boss Hoss, есть такой огромный мотоцикл с двигателем от Субурбана. Вау. Да, это не шутка. Это серийный мотоцикл, да, причём там езда варианта там Small Block 5,7 и Big Block 8,7. 5,7 на мотоцикле? Это Small. Это маленькая версия. Есть большой, ещё 8-литровый. Это реально... Контейнеры может возить с собой. Нет, просто если он встаёт против вращения земли, земля немножко останавливается, если он стартует. А почему, кстати, такой небольшой ряд модельных мотоциклов без сцепления? Они чем-то там кардинально хуже? Или просто индустрия вот не требует? Я бы с удовольствием себе взял вот... Вот мне тоже это странно. На самом деле мы сейчас подошли к очень интересному техническому вопросу. Вот буквально сейчас компании в срочном порядке справляют этот пробел. То есть сейчас уже появились аппараты с автоматом не только у Хонды. Есть такие модели и у Ямахи. В Асаке очень серьёзно думают в эту сторону. Просто не было... А какого типа это коробки? Это что? Они похожи? Они вальные? Или они планетарные? Значит, это вальные коробки на самом деле. Но есть варианты. Одно сцепление или два сцепления? Есть варианты с двумя сцеплениями. То есть на самом деле есть... То есть смотрят на то, что делают автомобилисты? Наверное, да. Но опять же таки... И идут поэтому... Давайте посмотрим на ту же Хонду. Она же производит те же самые машины. Да, конечно. Поэтому или БМВ, например. Конечно. Они имеют такие потенциальные возможности. Сейчас всё. Слушайте, друзья, посмотрите. Потрясающе. Я понял, о чём вы говорите сейчас. Я хотя не разбираюсь совершенно. Планетарная коробка. Ведь у Стивена Хокинга в книжке «Мир в Ореховой скорлупке» именно об этом уже речь была, да, ведь? Что двигатели нового поколения, они будут не корабль толкать, а с пространства, так сказать, сворачивать. Относить на них. Вот она, планетарная коробка. Вы же об этом? Да, конечно. Масштаб. Так я и знал. У нас звонок. Алло. Добрый вечер. Здрасте. Здрасте. Вы, судя по голосу, мотоциклист? Нет. Выбираю мотоцикл как раз в последующий сезон. Вот у меня к Владимиру вопрос. Да, я слушаю. Я, ну, мотоцикл не очень тяжелый, в пределах, там, наверное, 250-400 кубов. И вот ломаю голову, какой взять, новый из салона? Или бэушный, там, из Японии, что-то такое. Здесь все очень просто. Вопрос бюджета. Если бюджет рублей на 400 тянет, ну, имеется в виду тысяч, то идем и покупаем новый Kawasaki ER6N. Почему N? Потому что там меньше пластика, будет дешевле, потому что падать будете априори. По-другому не бывает. Дешевле будет падать. Если бюджет меньше, то идем и покупаем Honda CB400. Мотоцикл всех времен и народов для начинающих. Но здесь есть масса подводных камней, потому что он может быть убит еще в Японию, проехать 400 тысяч километров, быть мотоциклом-инструктором для обучения учеников. Он все равно будет работать. Но я бы все-таки рекомендовал обратить свое внимание на бюджетные аппараты новые, которые стоят в районе 400 тысяч рублей. Опять же таки, ER6N, он все-таки 600-кубовый. Немножко поживее будет, поинтереснее. А все всегда падают с мотоцикла? Да, других просто не бывает вариантов. Вы можете посмотреть на те же гонки MotoGP, где высочайшие профессионалы ездят, и периодически они исполняют такие вещи, что смотреть даже страшно. Если мотоциклист говорит, что он не падал, значит, он просто никогда не ездил на мотоцикле. Да, значит, он не ездил. Подождите, то есть покупая мотоцикл, ты должен как-то где-то себя уже подготовить к тому, что ты 100%... Как бы ты аккуратно, как бы ты не пытался анализировать дорожную ситуацию, как бы ты не был аккуратен, ты 100% будешь падать. Не обязательно это будет дорожная ситуация. Человек, скорее всего, как правило, начинающий мотоциклист падает сам, без посторонней помощи, на малых скоростях, где-нибудь на развороте, зажимая передний тормоз, находясь в наклоне. То есть это, как правило, 90% падений новичков без посторонней помощи происходит. То есть люди исполняют сам на небольшие скоростях. Когда у человека появляется уверенность, ему кажется, что он что-то умеет, тогда он уже будет падать с больших скоростей. Ну, собственно, как и с автомобилями. У автомобиля есть такой синдром второго года. Да, да, да. Когда у тебя есть, о, ага, и поехали. Ну, только с мотоциклом, как правило, скорости будут больше, и последствия будут более серьезными. Ну, как-то так. Зачем же мы обсуждаем этот ужас-то? Хочу, не, чтобы люди знали. Есть такое явление мотоциклизма, да? И наша задача всех предупредить. А есть, скажите, где-нибудь, вот, может быть, в практике международной, вот, запрет на мотоциклы? Ну, смотрите, ребят, нам, смотрите. Я не встречал, кстати. Нам законодательно запрещают курить, потому что это опасно для здоровья. Да. Окей. Да. Нам законодательно запрещают играть, потому что это уродует нашу мораль. Окей. Ладно, ладно. А почему нам не запрещают мотоциклы? Ну, как можно обратиться в транспорт, который снижает пробки на дорогах, который уменьшает загрязнение? Но он опасен. Он опасен для жизни и здоровья. Что вы сейчас подтвердили? Ничего подобного. А когда подход к мотоциклу правильный, грамотный, как это происходит в Европе, когда люди ступенчатые получают права, там, сначала на 125 кубиков, потом там на 400, когда они действительно учатся, а не покупают. А в Европе только так. Это наш менталитет, который вы упоминали. Дифференцированный подход к басу и мотоциклу. Естественно. То есть только в России можно прийти, сдать на права и тут же взять литровый супербайк с возможностями Формулы-1. Но это же можно. В России, да. Нигде в мире такого не может быть. Не должно такого быть у нас. Надо запрещать мотоцикл, ладно. Алло. У нас звонок там просто. Давно человек висит. Алло. Алло. Добрый вечер. Вы мотоциклист, точно, да? У меня вопросик к вам не по мотоциклам, а по автомобилям. Вообще, как нельзя кстати. Я вот сейчас последние три года езжу на новом Honda Accord. Ну, на 8. Очень все нравилось, устраивалось. Но он уже как бы морально подустарел. Там за 120 тысяч. Пора менять автомобиль. Езжу много, поскольку работаю тоже в строительстве. И приходится выезжать за город. К чему Accord, конечно же, не способствует. Абсолютно. И вот теперь стал выбор. Какой-нибудь кроссовер. Так. И честно сказать, ну, помятуя о том, что, конечно, вы сейчас зачастую рекомендуете Tiguan сразу же в выборе в этом. Он мне не очень нравится эстетично. А вот есть где-то в районе полутора миллионов, там, плюс-минус. Машину принципиально новую, смотрю, потому что с поддержанной не очень. Как с этим отношусь хорошо. А что вам больше нравится? Японцы? Корейцы? Ну, вот, знаете, я сначала смотрел на CR-V, как бы, потому что, но устал от хондовского сервиса. И я вам, да, и я вам CR-V не рекомендую, она, к сожалению, проигрывает одноклассникам. И, как бы, уже практически решился на Mazda CX-5. Но вот тут появилась Kuga. И вот Kuga в топе довольно-таки казалась с неплохим двигателем. Ну, крайней мере, по первым, вот, по Т-драйву, по Т-драйву именно. Если какая-то информация не была, потому что я читал и в вашем журнале, вроде бы по ней отлично, там, и по динамике, что, потому что все-таки привык к управлению паккорда, к манере вождения. А я понимаю, что я этого не получу. Но что-то близкое хотя бы хотелось бы иметь по управляемости, на самом деле. Спасибо. Вопрос понятен. Спасибо, что уложились в 6 минут, пока задавали его. Сейчас давайте короткая реклама и вернемся. Дорожный просвет. С Леонидом Головановым. Дорожный просвет. 19 часов 21 минута Московское время. Сейчас Леня начнет отвечать на вопрос, который только что позвучал. Я просто хотел представить наших гостей, как так было полноценно. Значит, заместитель главного редактора газеты Авторевью. Газет, правильно ли? Ну, газет. Неважно. Газета слэш-журнала Авторевью Леонид Голованов. И Владимир Здоров, он главный редактор Альманаха Вечность. Это для мотоциклей. Ладно, я шучу. Главный редактор журнала Супербайк. Теперь отвечали. Да. Вот плохо, видите, вот человеку не нравится Тигуан, а по ездовым свойствам он практически лучший. И возникает вопрос, а вот что взять, если не Тигуан, чтобы ездила бы так же? Проблема с этим. Надо взять мотоцикл, он будет ездить в 5 раз лучше. Да, надо зимой особо. Или, скажем, Денис, так. Или переместиться на югах. Денис, берите Тигуан и не выпендривайтесь. Вот есть такая рекомендация от лучших обозревателей, нет? Нет, нет. Ну вот можно посмотреть, например, на Subaru Forester, который тоже там достаточно дорогой. Можно посмотреть, например, на дизельную Toyota RAV4. На Kugoo... Не знаю, попробуйте записаться на тест-драйв и поездить. И вот я всегда рекомендую, когда есть нужда в машине ездовой, драйверской, вот все-таки при всей нелюбви к Тигуанчику, попробуйте, съездили на тест-драйв, поняли, что это такое, и потом уже, вооруженные этими знаниями, съездили, например, покатались на той же там RAV4. Вот с моей точки зрения, Ну, в принципе, реальная альтернатива. Реальная альтернатива хотя бы в классе, ну, так сказать, без нюансов. С этим вот... Есть проблемы. Вот тот же CX-5. Форестер, он плавный и комфортабельный. Он очень хорош плавностью хода и проходимостью. Но я не уверен, что он даст то ощущение драйверства. Да, он строитель. Он сказал, по делам надо ездить за город. Зачем ему дарверское ощущение? Он сказал, что ему нужно что-то аккорд. То есть ему нужно то, что давал аккорд. Аккорд дает, на самом деле, там, давал, да и иной, кстати, да? Весьма такой вот ездовой автомобиль. Мазда CX-5, кстати, может быть вариантом как раз вот или с мотором 2.5 или с дизелем, который сейчас появляется. Дизель фантастический. Ага. Ну, я надеюсь, мы ответили на вопрос. Слушай, тут прям целый вал вопросов про мото. Про мото. Конечно. Сейчас Владимиру можно несколько задать, да? Значит, видимо, я вот не знаю, стелс 600 Бенелли. Это точно мотоцикл? Да. Можно покупать, спрашиваю. Это мотоцикл, который сейчас находится в редакции на ресурсных испытаниях. Ага. Это мотоцикл российской сборки стелс. Стелс-компания купила в свое время как это не смешно итальянский бренд Бенелли. Но мотоцикл пока еще сыроват. И надо подождать хотя бы год еще для того, чтобы его до конца до ума довели. Потому что то, что всплывает в процессе эксплуатации у нас А какая главная проблема может всплыть? Ну, например. Ну, я могу назвать конкретику. Давайте. То есть передние тормозные диски коробятся. Причем без каких-то сумасшедших адских нагрузок. Без зимних луж. Да. Бензонасос живет своей жизнью. То есть можно остаться без движения, потому что двигатель впрысковый. То есть это не карбюратор. Нельзя пустить в бензин самотеку. Из глушителей доносятся такие звуки, как будто там умер кто-то еще до того, как мотоцикл появился на свет. Собственно, надо отдать должность стелсу. Они признаются недоделке. То есть они, грубо говоря, на нас, как на экспериментальных таких лошадках. Вот уже сейчас поменяли глушители на мотоцикле. Они поменяли поставщика, который делает тормозные диски. Сейчас мы разбираемся с бензонасосом и думаю, что может что-то еще всплывет. И вот когда все эти огрехи и косички будут убраны, наверное, да. Наверное, можно будет брать. Но опять же-таки сейчас гарантировать этого я на 100% не могу. Понятно. Еще несколько. Хочу пересесть со спорта на стрит. Что скажете про Kawasaki Z750? Kawasaki Z750 ушел в небытие. Сейчас у нас есть Kawasaki Z800. Отличный мотоцикл, сбалансированный аппарат. Замечательная стоковая резина Pirelli прямо сразу с завода. Отлично настроенный АБС. Немножко, может быть, мне лично не хватает мотора. Поэтому можно еще рассмотреть и Z1000. Ну, в принципе, достойный аппарат, который явно стоит своих денег. Бывы мотоциклы из Японии очень многие с маленьким пробегом. Это реально или лажа? Спрашивает Вячеслав из Ставрополя. Вот второе слово если скручивать на всех машинах. Как с автомобилями. На всех мотоциклов. Ну, наверняка пенсионер-японец ездил в магазин за молоком. Это очевидно совершенно. На нас 1200-кубовом спортивном мотоцикле. На спортпайке, естественно. Здравствуйте. Вот тут такой общий вопрос. Здравствуйте. Плачу транспортный налог на мото больше, чем на машине в два раза. Езжу пять месяцев в году. Пробки не создаю, асфальт не порчу. Почему? Максим и Щелковы интересуются. А что у нас какая-то особая система и особый подход к мотоциклам в этом плане? Увы, у нас такой подход к мотоциклам. То есть дорожный налог только за год может платиться. По-другому никак. Как правило, за лошадиную силу берут больше, чем за соответствующие силы автомобиля. То есть считают его спортивным снарядом, а не средством передвижения. Поэтому... Некое рост. Понятно. На этот вопрос, Максим, я точно так же могу задаться таким же восклицанием. Почему? Ну, понятно. В общем, вы сделали это с коллегой теперь, Максим. наш мото-принц. Я вас слушаю внимательно. Мне кажется, Илюха немножко обиделся за наши дурацкие шутки над мотоциклистом. Да? Нет, я просто только успеваю смотреть на второго, то, что вы перечисляете и сколько это стоит. А, вот это честно. Да, я же сейчас мотоцикл. Подойдем тогда к телефону. Алло. Здравствуйте. 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 Ну, точно мотоциклист. Михаил зовут меня 29 лет в Москве. Один сезон откатал на ЦБшечке 400-й, вот потом благополучно ее убил. И сейчас недавно начал ходить в эндуро-школу. Вот. И хотел бы что-то такое, чтобы было и эндуро, и в городе можно было ездить. Вы можете нам пояснять? Мы же ничего вообще не соображаем. Я могу пояснить, о чем мы говорим. Ну, как же, так же, как и в мире автомобилей, в мире мотоциклов есть эндуро, то есть будем говорить, наверное, все-таки больше, наверное, кроссоверы. Кроссоверы, да. Причем такие ближе, наверное, к тяжелому варианту кроссоверов, которые еще что-то где-то могут, у которых резко-муфты не перегреются через минуту. Унижающая передача. Да. Соответственно, если мы говорим про... Ну, это было бы вообще идеально. Ну, благо мотоциклы... Они все равные. Почти все равные. Мотоциклы не все равные. Есть мотоциклы, у которых есть несущий кузов, как на машине. Да. Поэтому я бы мог порекомендовать, наверное, если позволяет финансы BMW F700GS, если для города, если мы все-таки планируем какие-то дальше адские дальнобои, серьезные, то, наверное, большой AdventureGS, двухсотый, либо, если мы не боимся проблем с механической частью и хотим много спорта, то лучший, наверное, на сегодняшний вариант это KTM Adventure, который сопоставим со спортбайками многими по динамике. При этом по-прежнему честный проходимец со спецованными колесами, защитой мотора. Такой легендарный Париж-Дакар мотоцикл в гражданском обличии с массой электроники, требующей просто запредельного уровня пилотажа. Либо включаем режим Rain, едем, как быстрый парень, приезжаем на смотровую площадку, включаем режим спорт и всем показываем, какие мы были быстрые, все было красиво и безопасно. Класс. А вот знаешь, благодаря Лене мы знаем... А, нет, уже поздно. Тогда в следующем получасе, ладно, мы вас спросим? Потому что вот благодаря Леониду мы знаем очень... Ну, не то, чтобы очень, но мы кое-что знаем про машины. Где лучшие дизайнеры? Какие самые надежные? Какие Леня недолюбливает? Американцы. Вот. Очень хочется то же самое, примерную вот эту вот узнать про мотоциклную систему. Я думаю, все очень похоже. Хорошо, хорошо. Все, значит, через пару-тройку минут вернемся. Дорожный просвет с Леонидом Головановым. Дорожный просвет. И Владимиром здорово вам сегодня. Сегодня у нас программа во многом ориентируется на мото. Всякого рода тема. Слушайте, вы здесь очень важная СМСка. Простите, я вынужден ее зачитать. Более того, я вынужден зачитать ее дословно. Ну-ка. Ребята, ответьте, пожалуйста. Сижу в машине, жмет в туалет. Я терплю в надежде. Дома радио нет. Первый мотоцикл. Вот тут набор букв, извините, буду, наверное, ошибаться. ER6N или XJ6 Diversion. А может, вулкан 900 кубов? Помогите советам в выборе. Нравится все. Вы поняли, о чем речь? Да, я понял, о чем речь. Очень забавный у человека такой выбор, грубо говоря, мороженое или коньяк. Конечно, коньяк, эй. Если нет возможности смешать. То есть, в первом случае мы говорим о двух, вернее, сначала, наверное, о неките, потом о классике, а в последнем случае, я думаю, вы поймете, что я чуть-чуть о Чопере. Это такой очень серьезный, брутальный мотоцикл. Это совершенно разные машины, поэтому мне суть вопроса несколько затруднительна. Ну, я бы остановился на так называемом ER6, на словенке мотоциклистов. Это как раз ER6N, это самая бюджетная мотоцикл от Кавасаки, простенький, безобидный. И для первого мотоцикла, наверное, все-таки более подходящий, чем тяжеленный Чопер Вулкан, который будет, ну, просто не так приятно водить. А что это производство Вулкан? А это Кавасаки, точно так же. Японцы, это те самые ребята, которые делают скоростные поезда, такие вот Кавасаки. Да не, мы знаем Кавасаки, но совсем-то нас зайдет. Ишь, Планета Спорт, 1976 года, на ходу. Стоит ли беречь или сразу сжечь? Не, ну, может иметь какую-то иметь целую сераритетную, коллекционную. Это скорее вопрос инвестиционный. Я думаю, что лет через 40, если она будет в идеальном состоянии, она будет стоить сумасшедших денег. Однозначно. Конечно. Вот. Если человек хочет на ней ездить, но при этом не умеет, то лучше сжечь. Будет просто дешевле по здоровью. Расскажите, плиз, о Харлее Ви Роуд. Многие истинные поклонники Харлея считают, что женить бы Порше с Харлеем, которая привела к созданию этого мотоцикла, нарушила истинные каноны. То есть двигатель... Двигатель больше не трясется, да? Да, двигатель не трясется. Как изобразие. И ужас. Он с жидкостным охлаждением. Более того, Ви Роуд неплохо совершенно рулится. Даже не по меркам, да, Чоперов, даже по меркам дорожных мотоциклов. Очень прилично едет. Но, как ни странно, я буду солидарен с ортодоксальными ценителями Харлеев. Настоящий Харлей вонюч, трясется, ломается. И он совершенно дает истинное ощущение настоящего мотоцикла. То есть чистого железа, от которого мы все дальше и дальше удаляемся. Ви Роуд — это такой опоршивленный Харлей. Интересно. Вот если... Вопрос... Ишь, планета, спорт. Если есть, вот не надо ее улучшать. Вот она есть. И пусть она... Вы главное берегите ее. И ваши дети будут вам очень благодарны, поверьте. Ну что, алло. Алло. Пожалуйста. Добрый день. Здрасте. Здрасте. Кирилл, город Челябинск. У меня вопрос к Леониду. Да. Леонид. Вот на Эволюшне продвиг сейчас какой? Что-что? На вашей машине Эволюшн какой продвиг сейчас? 50 тысяч. Купить хотите? 50 тысяч. Она, я так понимаю, седьмого года, да? Примерно. Да-да-да, абсолютно. Она седьмого года. Седьмого. На что вы меняете? Вообще мысли какие-то есть? Ее никогда... Я не поменяю ни на что. Этот Эволюшн будет со мной всегда, потому что таких автомобилей... Это вот как... Мы сейчас говорим про Ишь Планету Спорт. Либо сжечь. Понимаете, таких машин уже не будет никогда, вот как Эволюшн. И менять его... Когда-то она в самом составе речь, на чем думаете ездить? Она... Я буду ездить... Кирилл, вы в какой серии интересуетесь-то? Нет, я просто... Ресурс ее бесценен. Стою возгласно с молотком. Я сейчас стараюсь ездить на ней поменьше. У меня будет какая-то вторая машина для лета, потому что все-таки Эвик, конечно, бесподобен и прекрасен зимой. Но я буду ездить, я буду пользоваться тем, что это очень надежный автомобиль, и он проедет и 100 тысяч, и 150, я надеюсь, и 200 при хорошем обслуживании. И вот поверьте, я не вижу альтернативы вообще никакой. Еще вопрос. Такая машина, как Кайман или 911. Еще раз, еще раз. Какая? Машина Кайман или 911. Да. Пробег в год 40-45 тысяч. Как вы считаете, это реально или нет? Ну, конечно, 911, да, конкретно? Или Кайман, да, вы говорите? Да, да. То есть спорткар Порше. Это возможно, но это дорого. Потому что вот Evolution дорог в обслуживании, да, а Порше, безусловно, то есть этот автомобиль позволяет так ездить. И вы сможете там, да, 1200 на нем наездить, может быть, даже больше. Но вкладывать в эту машину придется много. Другое дело, что альтернативы, вот тоже, это как вот Evolution, если вы любите ралли, вы неизбежно придете, я вот уверен, к Эвику, да? И то же самое, если вы любите спортивные вождения и суперкары, вы придете к 911 и будете на нем ездить. Слушайте, вопрос тоже про мото. Я совершенно не разбираюсь, но вот по названию прямо оно ласкает как-то и слух, и даже язык щекочет. А что скажете про Ducati Diabelle? Для меня хорошая машина. Он же Diablo, да? Нет, нет, он Diabelle. Diabelle? Да. А что это за слово такое? Это обыгранное слово Diabelle. Ну вот в итальянском варианте Diabelle. Это один так называемый редкий представитель Power Cruiser. То есть это, грубо говоря, кастом, ну то есть речь чоппер, если мы даже так можем сказать, но очень-очень мощно. Дукатти сделали чоппер. Они это сделали, да. Ужас, куда катится мир? Но они туда ткнули. А знаешь, что такое чоппер, и тут такие Ducati. Я тоже сейчас буду с вами сидеть и руками всплескивать. это как Феррари и Ламборгини вместе взятые. Да, совершенно верно. В мунициплиятном мире. Это очень правильное определение. И вот, представьте себе, что Ламборгини сделали рамный джип. Ну, например. Ну, не LM002, который был, а настоящий. А настоящий, да. А настоящий такой там. С дизелем. Но, к счастью, у Diablo все не так плохо. Там стоит фантастический двигатель, 160-сильный, очень злой. Мотоцикл, несмотря на то, что с виду это кастом, он очень неплохо рулится, управляется. Дукатти. Но это Дукатти. И я лично вижу Дукатти исключительно с надписью Панигали на треке. Ну, или в крайнем случае, как гипермотард. Это очень круто, спортивно и быстро. Я вот не ездил, да. Это круто. А сколько стоит такое Дукатти небольшое? Ну, что значит, сколько стоит? Ну, начинаем от миллиона. А заканчиваем? Заканчиваем тремя. Ну, вот вилка один-три миллиона Дукатти. То есть за два можно взять приличный. На самом деле, можно взять... И за полтора миллиона можно взять очень приличный Дукатти. Можно взять даже за 700 тысяч. Но это будет среднекубатурный к Дукатти, который будет выглядеть как настоящий Дукатти, но будет ехать не как настоящий Дукатти. Понятно. Хочу начать. Причем сразу с Чопера. Смотрел Хонду Стид. Сказали друзья, что смотрюсь на нем как дурачок. Посоветуйте. Посоветуйте. А для фотографирования, что ли, в мотоциклах? Нет, знаешь, покупаешь мотоцикл, чтобы пользоваться успехом, проезжать громко реверным. Вообще вот Чоперы, поправь меня, если я не прав, я ездил на Чопере в Таиланде. Я думаю, пришел, а там не нужно даже там права. Ты берешь на острове, да? Их интересуют только твои деньги. Да, абсолютно. Все. Я вот купил, и вот я еду, и я чувствую себя вот как... Как дурачок. Вот как, да. Потому что ты едешь ногами вперед. Сейчас мы очень-очень рискуем навлечь на себя вне портодоксальных Чоперистов. Я понимаю. Мы цитируем. Но, ребята, ездить ногами вперед на машине нормально, а вот на мотоцикле... Ну, значит, что такое Фонда Стид? Это очень-очень маленький Чопер. Он бывает, как правило, в формате 400 кубиков, то есть 90%. И максимум, на что может рассчитывать человек, если у него супер повезло, он нашел редкого, огромного, так называемого стена, объема 600 кубиков с американского рынка. Наверное, я на нем ездил. Который по размерам так же, как 400. Если человек выше, чем метр шестьдесят, я подполагаю, что, скорее всего, да, то, действительно, на него будет слегка несуразно смотреться. А что взять лучше? И вторая часть, да, посоветуйте, с какого размера мото и объема двигателя начать. Нет, вообще, вот с Чопера начинать. Почему бы нет? Если человеку не нравится Чопер, почему бы с него начинать? Стид, на самом деле, он как автомат Калашникова, его сломать невозможно, в принципе. У меня есть знакомый, очень ограниченным бюджетом, купивший там двадцатилетнего стыда, это на сленге, его зовут стыд, за 80 тысяч рублей, проехавший на нем еще 50 тысяч километров, продавший его дороже, чем купил, и со стыдом не случилось с ровным счетом ничего. Это был внутрьяпонский 400-кубовый несчастный стыд. Поэтому это неплохое вложение средств для начала. То есть проблем с мотоциклом не будут. Но другой будет эстетический. То есть Чопер это в первую очередь эстетика. О, стоп, извините, одну секунду, я хочу его перевернуть, друзья, и сейчас у нас наша короткая рубрика «Самый глупый вопрос сезона». А что такое Чопер? Хорошо, я объясню. Как появилось такое понятие, как Чопер? Очень многие ошибочно причисляют Чоперы к американцам. Якобы оттуда все пошло. Не совсем так. В 50-х годах, когда о Харли не так много знали и слышали, американцев, и вообще у американцев были очень популярны английские мотоциклы, Triumph. И настоящий ортодокс, аутло, то есть люди, которые пытались идти против системы, они их модернизировали. Они отрезали им крылья, укорачивали глушители. То есть на американском сленге «to chop» — «резать». Так же они, собственно, называют и вертолеты «чоппер». То есть, ну, англичане скажут «хеликоптер», а американцы скажут «чоппер», потому что винты рубят воздух. Собственно, оттуда и появилось название «чоппер». То есть что-то отрезанное, обрубленное. Поэтому настоящий ортодоксальный чоппер... Отрубило. Если вы смотрели «Изи райдер», а даже если вы его и не смотрели, то у настоящего ортодоксального чоппера нет переднего крыла, нет переднего тормоза, он не заморочен ни на абсолютно, ни на какие-то минимум световых приборов фара. Приборы вообще тоже не нужны. Вот это будет настоящий классический чоппер. И очень многие ошибочно весь мир круизеров, который разнообразен как мировой океан, причисляют туда к чопперам. Хотя на самом деле есть и круизеры, есть и пауэр-круизеры, есть масса всего. Поэтому чоппер в своем первоначальном варианте — это нечто изрядно порубленное владельца для того, чтобы это выглядело максимально брутально и зло. Ничего лишнего. Да, понятно, ничего лишнего. Вплоть до отсутствия задней подвески, так называемой hardtail, то есть когда даже задней подвески нет, то есть рама напрямую серена с колесом. Вот это настоящий классический чоппер. Я себе представляю из какого материала сделаны измеренные части тела этих парней железных. Ну если без подвески даже, да? Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил, Москва, 29 лет. У меня вопрос такого характера, что касается вот езды. У нас в рамках борьбы за безопасность движения обвиняются в основном автомобилисты. Вот эти вот плакаты висят, что, мол, посмотри в зеркало, там, спаси ему жизнь и все такое. И все мои друзья, мотоциклисты, все время обвиняют только автомобилистов. Я сам автомобилист. Езжу очень аккуратно, тихо, то есть сам не лихачу. И вот мое мнение вот этой ситуации, что когда идет пробка, поток идет 10 км в час, а со всех сторон по бокам между рядами проносятся мотоциклы под 80, ну, не являются ли они опасностью для себя самих? Вот хотелось бы ваше мнение услышать вот вообще на эту ситуацию. Ну, и как-то, наверное, обратиться к мотоциклистам, чтобы были сами тоже повнимательнее, а не сваливали всю вину на автомобилистов. Да нет, всем все понятно про мотоциклисты. Что вы? Кто вы? Все понятно. А кто пустил его в эфир вообще? Что за глупый повод? Это сотрудник был, кстати, начальник. Да, алло. То есть не алло, а пожалуйста. На самом деле, мотоциклы, собственно, сделаны для того, чтобы не стоять в пробках. Естественно, если поток едет 10, человек едет 80, то, естественно, он ищет проблему сам на свою голову и... И находит их регулярно. И, как правило, их регулярно находит. То есть нужно соизмерять свою скорость и со скоростью несчастных коробочек, которые застряли. Чтобы можно было среагировать. Тогда, как бы, будет все нормально. На самом деле, у многих мотоциклистов сейчас появилась обратная реклама, она внутренняя, но она во многом права. Мотоциклист, помни, тебе никто ничего не должен. Ну, во многом это действительно справедливо. То есть если человек сел на мотоцикл, он за себя отвечает сам и надо смотреть на всех. То есть, да, вообще всегда за рулем нужно думать за себя и за того парня. А за рулем думать колесной техники. Там вообще, ты должен быть системой авакс, да, ты должен все мониторить совершенно и просчитывать движение всех. В общем, ты когда едешь за рулем мотоцикла, за каждым рулем вот машины этой несчастной коробки сидит старая блондинка и говорит по телефону. Для мотоциклистов. Ну, для мотоциклистов. Красит губы и мечтает тебя убить. Да, и вот только так. Или познакомится со своей мамой, что еще хуже. Это все-таки некоторое упрощение, потому что, конечно, мотоциклисты находят приключения на свой металлический зад сами регулярно. Не все. Ну, не все, но регулярно. Регулярно, да. Смешно обвинять во всем автомобилистам. Никто не подается к вашим обвинениям. Мы же сейчас сами обсуждали. Злой мотор встает на дебыть. Мы для чего это обсуждаем? Не для того же, чтобы он неторопливо в рамках установленных правил дорожного движения, которые для мотоциклистов тоже писаны. Почему? Для этого. Вот мы купили Феррари. Чтобы нарушать, чтобы веселиться и скакать. 50 километров в час в потоке. И зачем Феррари? А есть ответ. Наконец-то, по крайней мере, для этой столицы. Москва Рейсвей. И там, пожалуйста, трек дни. Пускай все там будут циклысты. Вот то же самое. Давайте так. Мотоциклы спортивные, мотоциклы для обычной жизни это вообще разные миры. Поэтому зачем, грубо говоря, внедорожный гонять на трек? Человек купил его для того, чтобы путешествовать. И на нем это совершенно не может быть. Да, и пусть он путешествует в рамках правил дорожного движения. Ездит на работу утром. И даже сидит на него боком. Стоп, стоп. А вот вопрос. Подожди, нет, нет, извини. Четыре секунды не успеешь задать вопрос. Я знаю твой салон. Через минуту, пожалуйста. Дорожный просвет. С Леонидом Головановым. Дорожный просвет. И Владимиром Здоровым. И... Да. Лень, ты, а? Спасибо. Профессионал. Так вот, вопрос. Да. Разрешать ли вам, мотоциклистам, ездить между рядами? Да. На него я сразу дам ответ. Еще поминул наш предыдущий разговор. Не запрещено сейчас это правило. Не прописано. Нет. То, что у нас... Может быть, это просто колоссальная дыра в законодательстве. Тем не менее, она существует. И если мы это запретим, это будет означать только одно, что мотоциклисты все равно там будут продолжать ездить, будут не останавливаться. Все секунду, а почему это не запрещено? Потому что по правилам... Нет, потому что есть страны, где это запрещено. Это транспортное средство. Единственная страна, где запрещено ездить между рядов на мотоцикле, единственная, подчеркиваю, это Германия. И то... Я лично наблюдал как... Нет. В Калифорнии... Никто это не... В Калифорнии... Вся Калифорния не запрещает езду между рядов на мотоцикле. Я там был совсем недавно, вот буквально зимой. Я специально изучал этот вопрос. Пожалуйста. Но там делают это грамотно. То есть, если поток идет 60, мотоцикл там едет 80. Ну, а не 180. То есть, он все равно не стоит. Он едет быстрее. В пробках он точно так же едет. Это никому не составит проблем. Почему? А, дороги в Америке шире. Так не странно. Когда мы говорим, вот, у нас такие широкие дороги. Ничего подобного. Б. Люди держат дистанцию. И они стоят друг за другом не в шахматном, хаотичном порядке, после того, как с утра все выпали коньяк и пытаются доехать на работу. Они не пьют коньяк, когда ездят за рулем. Поэтому, когда там между рядов едут мотоциклы, никто никому не мешает, никто никого не напрягает. Люди в машинах понимают, что человек купил мотоцикл, чтобы ехать между машин, чтобы не стоять. Они это воспринимают как должное. Соответственно, мотоциклист тоже понимает, что никто не будет туда резко встраиваться, чтобы его убрать. Потому что это тоже никому не нужно. Там нет такого понятия, как какие-то там война, какое-то напряжение. В Европе то же самое. Даже в экспрессивной Италии, где мотоциклы идут между рядами действительно быстро, это тоже никого не напрягает. Потому что автомобилисты понимают, что таким образом они хотя бы могут на своих машинах хоть как-то ехать, когда половина страны ездит на мотоциклах. Потому что мотоцикл в 4 раза меньше занимает местные дороги. Это тот момент, про который мы совершенно забываем. Поэтому, когда Леонид задает мне этот провокационный вопрос, как вот вам, мотоциклистам, наконец-то разрешить вообще в принципе жить, я понимаю, что... Он очень важный. Я пытаюсь понять, какова лазейка в законодательстве. Нет, лазейки нет. Это транспортное средство. Безусловно. Но должен ехать он не по общим правилам, а по каким-то особым своим. Почему? У него свои правила общие. А где они прописаны отдельные правила для мотоциклов? Нет, никаких отдельных правил нет. Нет, просто нет запрета. Нет запрета. А нет конкретного запрета. Давайте так. Я бы сказал следующее. То есть абсолютно теряется смысл мотоцикла, если он не может ехать между рядов. Нет, просто понятно. Все те, кто купил мотоцикл не для того, чтобы там удовлетворять свое эго на треке. Я вот с утра очень много сейчас вижу мотоциклистов, которые тупо едут на работу. То есть они никакие не адские фанаты техники. Может быть, они вообще его ненавидят. Может быть. Но они таким образом понимают, что 20 минут, 30 минут и человек на работе. Естественно, он едет между рядов. Я бы скорее здесь свернул разговор в такую тему, что давайте сделаем это максимально безопасно. То есть давайте будем понимать, что между рядов едет мотоцикл с одной стороны, а мотоцикл, пускай между рядов, не едет в 5 раз быстрее поток с другой стороны. На этом и порешим. И давайте еще разрешим, кстати, по выделенным полосам. Можно смс-ку и возьмем. И по тротуарам. Неплохая мыска. Но они намного быстрее кашево. Сейчас можно одну смс-ку? Простите, пожалуйста, за навязчивость вот так начинается свой смс-ку. Но правда не доживу до следующей недели. 6R или Триумф Дайтона. Правильно прочитал? Дайтона. Правильно. 675R. Оба экстерьерно нравятся. Какой-то он не характерный мотоциклист. Простите, пожалуйста, за навязчивость. Вот. Это подозрительный мотоциклист. А почему-то у всех такой образ, что вот мотоциклист грубо, он сразу начинает разговор с мата и им же заканчивает и еще физическим насилием подкрепляет свои аргументы. Как ни странно, не всегда бывает так. Иногда бывают исключения. Я видел таких людей редко, но они бывают. Ну их трое. Они же сейчас выставляются в Москве как раз с этой выступкой сейчас. Давайте ответим. Я бы сказал, что Дукати, про который шла речь, это уже скорее раритетный музейный экспонат. Если человек при этом еще хочет ездить, то мы однозначно говорим про Дайтона 675. Отличный вариант. Отличный? Да. А сух примерно стоит? Около 700 тысяч рублей. 700 тысяч. Дорого. Алло. 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 Здравствуйте. Сергей, меня зовут, 32 года. Сам управляю Макси-скутером. Вот по поводу езды между рядов. Совершенно согласен с товарищем, что мотоциклисту никто ничего не должен. Вот. И я, собственно, всегда бибикую и моргаю дальним светом. Если услышите фрок и Спартак, так па-па-па-па-па, значит, это я еду. Мужик. Соответственно, люди подбибикивают обратно, и нормальные люди, адекватные, которые в этот момент не разговаривают по телефону и не набирают СМСки, не общаются ВКонтакте, вот, и едят при этом в пробке 10 км в час, вот, они спокойно разъявляются и дают мне место. И размер мотоцикла от этого не зависит. А, нет. Вы молодец. Вы просто молодец, Сереж. Вот, молодец. И сигнал забрал. Это очень приятно, слушатели. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Сузуки GSR600 для начинания. Да нет, это не вы, Сергей. Ваше резюме. Спасибо, Анатолий. Хороший нэкет, но с тех пор, как его выпустили на свет, кстати говоря, мы его тестировали в Испании, уже 3,5-4 года прошло, он уже подустарел. Морально, в смысле? И морально, и технически, то есть есть более интересные варианты. Ну, поставь, ну, например, тот же Triumph Street Triple R, он будет чуть дороже, но он будет в разы интереснее по рулежке, по управляемости, по тормозам, как вариант. И еще я должен ответить, человек, подожди, Леша, Леша, 27 смс-ков, одинаковые. Вот, мы рассказали уже, а человек продолжает слать смс, может, подождем еще 5. А, такая смс-ка. Уже сколько денег потратил на смс-ки, расскажите о Харлее Вирот. Уже рассказали, рассказали. Подробно достаточно. Мы выложим эту беседу. Магия бренда Харлея. Да. Она отупляет, что ли? Слушайте, а вот еще, вы обсуждаете байки и чоперы, автомобили, но народное транспортное средство, это написано веклосипед, но имеется, наверное, велосипед. 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 Почему не обсуждаете? Слушайте, у меня есть оказательный ответ. Единственное, мне кажется, место в Москве, где зеленым покрашена специальная велодорожка. Ой. Это ужасно смешно. Да, там один несчастный, униженный, жалкий велосипедист. Обязательно где-то посередине будет положен бетонный блок. Хуже. Люди. Люди. Они все, наверное, дорожки очень удобно стоять, курить, беседовать. Слушай, и когда, значит, да несчастная велосипедисточка, значит, она ехала, все любит, все говорит, ну куда ты перешь, ну ты что, ну дура что ли? Она пытается каждому объяснять, что это велосипедисточка. Я понимаю, что на седьмом человеке, ну все, ну понимаешь, что она разогналась побыстрее. Если бы она ехала бы на мотоцикле, то ей бы не пришлось ничего объяснять, все бы сами ушли. Про велосипеды, друзья. Сейчас появились электровелосипеды, довольно мощные. Они уже легко едут, ну просто обычный велик, он легко едет 50-60 км в час. Я уверен, что через лет 5 появятся велики, которые ездят 80. И заново пойдем делать в мотоцикле. Это путь телевизации уже прошла. Потом на нее повесят всякие штуки, это стоит машиной. Леня, ну мы прошли все это, ну зачем? Ну зачем заново? Здравствуйте, расскажите, стоит ли брать КТМ Дюк 200? О, Дюк. Смотря для чего стоит его брать. Если это для того, чтобы начинать свою мото жизнь, да, наверное, стоит. Хотя он ни разу не бесплатный, и у японцев есть очень интересные предложения за схожую цену, но при этом кубатура будет от раза в 3 больше. А вот, ну как бы, оправдано желание людей, вот новичков, купить себе не очень, не знаю, нинжи купить вот с 200 кубовым, или нельзя так делать? Значит, в Европе это абсолютно, а, оправдано, и б, это просто закон принуждает к таким покупкам. Но там такие мотоциклы либо очень недорого стоят, либо вообще попадают под автомобильную категорию. То есть до 125 кубов тебе достаточно автомобильных прав в Европе, что, кстати, очень грамотно, чтобы побуждать людей. Поэтому, если есть лишние средства, да, оправдано. Все, друзья, прощаемся. Просим искреннее прощения у тех, на чьи вопросы не успели ответить. Ответим еще, правда? Не последний раз. Спасибо всем. Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир. Профилактика.